Какая у нас сейчас проблема с батарейками? То есть, когда вы покупаете новое устройство, редко когда бывает брак батареи. Но эти случаи зачастую решаются просто через сервис, через ваши магазины, то есть через официальные источники, либо в Apple заменят, либо же в магазине вам выдают новый телефон и отправляют тот под замену. Ситуация решается по-разному. Но есть такая очень сейчас серьезная проблема с тем, что сейчас научились программировать батареи. То есть, они по факту могут быть меньшей емкостью, а покажут вам на телефоне и даже на ПК 100%. И сегодня я вам это прекрасно объясню, покажу как они это все делают и как проверить батарею в данный момент, чтобы понять она новая или бы упасть измены на новую батарейку. Добро пожаловать на канал Apple Expert с вами Владимир. Источники бывают разные. Разобрались, что с новыми телефонами это делается проще, они просто сдаются по гарантии, вам выдают новый, либо же там разные манипуляции, сами знаете какие. Но бывает такое, что вы купили, допустим, новую батарею якобы у кого-то там на сайте, у разных там отрядчики, там могут быть, неважно, как розетка, например, я вообще не советую там покупать, там через раз что-то можно нормальное купить. Вам говорят, что вам отправляют новую батарейку, вы ее по факту ставите, месяц пользуетесь, а может и неделю-две, и у вас там бах, сразу на 5-10, а то и больше процентов падает емкость. Такого быть не может, это сразу говорю вам то, что батарейка запрограммирована была. То есть нормальное падение, это при активном использовании вашего iPhone, допустим, вы заряжаете два раза в день, то есть падает на 1% в месяц, максимум 2. То есть имейте в виду, при обычном использовании раз в сутки, то вам 2-3 месяца на 1% упадет, и то это касаемо тех iPhone, которые до iPhone 11, так примерно падает. Сейчас на iPhone 12 я уже сколько пользуюсь, у меня еще ни на процент не упал. Так все-таки, как же это проверить? Проверяется это все обычно, можно подключить к программе 3D Tools на ПК, либо iBK Bot на Mac, и еще одна программа есть тоже так само на Mac, можете проверить. То есть все эти программы я оставлю в описании, то есть по названию вы сможете найти и скачать для ваших платформ на ПК или ноутбуке, неважно. То есть как они это делают? Они снимают батареи, даже батарею не снимают, шлейф, который идет от батареи к плате. Вот, они именно вот этот шлейф сами программируют, ставят, то есть убирают программным путем ту реальную емкость, которая есть, прописывают 100 или там 101, неважно, и все. И этот подпунктик держится примерно на недельку, на две, ну или вы можете один раз полностью разрядить ваш телефон и зарядить до 100. И уже в принципе после первого сброса, в принципе, должно показать, либо же жесткую перезагрузку сделать. Как сделать жесткую перезагрузку? Ссылочки в описании, либо в подсказке. Можете посмотреть, как это сделать. То есть после таких манипуляций можно определить, сразу, к сожалению, это не покажет. К большому сожалению. Ситуации просто могут быть совершенно непредсказуемы. Даже тому человеку, который вы отдаете телефон мастеру, он закажет у каких-то ребят, там, знакомых. Они им просто впихнут такую запрограммированную батарею, к сожалению. Но так оно есть. Редко, когда реально в каких-то сервисных центрах, там, кто занимается именно конкретно ремонтами iPhone, вообще любых устройств, кто действительно добросовестно к этому относится, распаковывают новую батареечку, оригинальную. И как бы ставят на совесть, на качество, чтобы можно было в дальнейшем рекомендовать и обращаться, в принципе, самому. Поняли, проверить это можно программным путем, жесткой перезагрузкой, разрядкой на 0 и опять зарядить до 100. Только таким путем. То есть, имейте в виду, даже когда вам сервисы сделают, у вас есть право на возврат и предъявить что-либо 14 дней. Поэтому вы явно успеете заменить это все дело. Поэтому, чтобы знали, как с этим бороться, в принципе. То есть, такая ситуация была. Я буквально тоже говорил об этом. У меня был iPhone 7. И я точно так же дал свой телефончик. У меня там 84%, по-моему, было. Забираю. У меня батарейка. Также показала там даже еще меньше. Там под 76%. Я как бы спросил, что это такое? Он говорит, я не знаю. Заряди, там разряди. Три раза. Я говорю, уже это не те батареи, что можно так делать. Но сразу программным путем показывает. Сейчас встроена у нас с, начиная iOS 12. Показывает реальную емкость нашей батареи. Но все-таки он настоял. Я как бы сделал, ему отдал. Он мне прислал еще одну батарейку. Там с кем-то он созванивался. То есть, поставил он мне батарейку. Пока 100%, но спустя неделю у меня сразу же рухнула там на процента 4-5 емкость. То есть, точно так же была запрограммирована батарейка. Не критично. Так, я уже не стал ничего делать. Я этот телефон продавал. В принципе, человек купил, ему все объяснил. Как бы он был осведомлен. Поэтому там ничего страшного такого нет. Там на 5-6% даже меньше. Упала емкость. Как-то так. Просто, чтобы вы знали. При вот таких-то манипуляциях. Вы сразу же подключите к программе. Не покажет. Сделайте жесткую перезагрузку. Не покажет. Значит, разрядите на ноль. Зарядите до 100. Подержите еще час-два. И потом посмотрите. Опять же, через программу и через Apple устройство. Не важно, что у вас там будет. И тогда вот уже точно покажет реальную емкость. Тем более, начиная сейчас с iOS 14.6. У нас идет перекалибровка. То есть, программа именно, которая встроена в iOS. То есть, покажет примерно ту же самую позицию, как и является в реальном времени. Потому что я подключал свой iPhone на S14 5. У меня, в принципе, 100% осталось. Обрал знакомых там на iPhone 11. Проверял. Показывало 86% на телефоне. Подключив на ПК, показывает на 2% больше. То есть, 88% на самом деле. То есть, вот как-то так. Чтобы вы понимали. Плюс-минус, если у вас до iOS 14.6, то, что у вас сейчас показывает, примерно плюс 2. Вот. Рассчитывайте. Это ваша реальная емкость. Сейчас идет перекалибровка на iOS 14.6. Значит, то, что будет уже в дальнейшем, в принципе, оно уже будет показано, в принципе, реальную, приблизительную емкость. Еще это, опять же, нужно проверять. Это еще не точно. Вот и все, то, что я вам хотел донести. Все вам полезные ссылки будут в описании. Обязательно смотрите, какие программы вам нужно искать для ваших РК. И точно так же, те полезные ссылки, которые вам нужно будет для калибровки батареи, для жесткой перезагрузки и так далее, и так далее. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok